добрый вечер президент путин спас израиль да 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 три с половиной года назад в совете безопасности ом путин спас израиль от лютой резолюции которая должна была в обязательном порядке принуть ждать израиль к созданию палестинского государства в рамках границ сорок восьмого года это было бы катастрофы для израиля концу срока барак хусейн обама впал в антиизраильское неистовство пытался любой ценой закрепить свою ненависть к еврейскому государству разного рода резолюции кое-что ему удалось давайте обратимся к факту концу срока мы сейчас говорим с вами о ноябре ноябре 16 года обама сперва выдвинул в совете безопасности резолюцию осуждающую израильские поселения израильское присутствие в иудее самаре ну то что они называют западным берегом разумеется резолюцию предложил кто-то другой но обама американская делегация они не наложили на нее вето не пропустили они были инициаторами они и согласовывали тогда еще пример министр натаньяо обратился к президенту путину с просьбой заблокировать эту резолюцию а путин отказался путин отказался но российская делегация тем не менее пыталась отложить это голосование потому что они знали что после прихода уже трампа окончательно к власти в январе трамп уже не позволит после прихода к власти уже не позволит американская делегация не наложить вето на такую резолюцию и российская делегация пыталась принести голосование но когда вы вынесено было на голосование россия голосовала как всегда и как другие по этому вопросу однако и об этом сообщает сегодня газета israel a yom israel today однако обама собирался протащить еще более гнусную резолюцию как можно сказать а именно в обязательном порядке призывающую к созданию палестинского государства со всеми санкциями со всеми вытекающими последствиями но как это было с южной африкой свое время ну естественно что барак кусейн убаму пытался именно это сделать он пытался сделать и тогда путин согласился наложить вето на это он согласился наложить на это вето это стало известно американцами американцы отказались от этой резолюции зная что россия наложит на нее вето обама все-таки понимал что если такое произойдет этим самым окончательно выталкивает израиль из сферы влияния соединенных штатов со всеми вытекающим последствия израиль все-таки это не самая слабая сегодня страна тем не менее такое намерение у барак хусейна обама было и от этой резолюции нас избавил слава богу президент россии путин вот все что я хотел сегодня сказать хочу напомнить сейчас тем кто наши наши это иудеи и гуды наши наши эти люди это от слова и куда что сказала про мать или я сейчас я бы заблагодарю отсюда слово очень само понятие благодарение укреплено было ею через колено и гуда то что они называют иуда правильное произношение гуда мы и гуды или по-русски иуда и иудеи это те кто славит всевышнего те кто благодарны всевышним и благодарны тем людям которым должно благодарить спасибо президенту путина все кто наши должны сейчас это сказать это тоже обнародована мы знаем что это все остальное все остальное что вы имеете против этого человека нам меркнет он войдет в историю как тот кто избавил израиль от этой совершенно чудовищно вредоносная резолюция эта резолюция могла бы быть для нас действительно весьма весьма болезненно и мы бы выстояли с божьей помощью израиль выстоит он не зависит ни от кого не от нашего великолепного солнечного друга дональда трампа не от нашего прекрасного друга владимира путина но когда есть такие друзья и сейчас мы говорим о владимире путине надо быть иудеями надо благодарить этого человека нам есть за что благодарить вот одного этого достаточно как в пасхальной песне если бы не это то было бы достаточно знаете да ей ну да ей ну вот одного этого достаточно чтобы сказать спасибо президенту россии путину скажите спасибо президенту путину